На календаре уже почти середина июня. Обычно в это время в детских лагерях к завершению подходит первая летняя смена. В этом году открытие оздоровительного сезона отложили на целый месяц. 1 июля запланирован первый заезд. Но отдых прежним не будет. Регулярное измерение температуры и дезинфекция рук станет привычкой. Вот маски, перчатки. Это средства для обработки рук. Это рециркуляторы, которые мощные и под новым требованиям для ковид. Все закупается, все будет в норме. В корпусах занимаются, если можно так сказать, перепланировкой. Теперь дотянуться рукой до соседа лежа на подушке не получится. Между спальными местами полтора метра. Видите, здесь кровать двухэтажная и второй этаж не будет использоваться. Этим летом весь отдых и быт детей на безопасном расстоянии. Вот, например, столы. В столовой установлены подальше друг от друга. При этом меню не изменится. Кормить обещают как прежде вкусно и сытно. Но дополнительного десерта в виде сладости от родителей получить не удастся. Запретили родительские дни. Но плюс в том, что 14 дней смена. Я думаю, каждый родитель сможет потерпеть 14 дней. Это не 21 день. Связь с детьми будет обязательно. То есть онлайн-трансляции будут ежедневные проходить и в Инстаграм, и ВКонтакте. Плюс видеосвязь с ребенком. По желанию там ежедневно или как по часам. Связь мобильная с вожатыми. К слову о вожатых. Необычным это лето стало и для них. Привычные формы работы с детьми пришлось своего рода модернизировать. Активные игры будут. Но опять же с соблюдением дистанции. Не отменили и, пожалуй, самое главное мероприятие – дискотеку. Вот только пока трудно представить, как будет выглядеть медленный танец на расстоянии. Но взрослые уверяют – продумано все. Где-то это будут баттлы, когда отряд с отрядом будет общаться при помощи различных новых технологий. Где-то это будут мероприятия в малых группах. Я подарю тебе, потом изогнат, и без синего. Вожатым тоже придется мириться с ограничениями. Ведь в привычной жизни они – большая дружная семья. Вот и сегодня собрались в тесном кругу. Правда, по нашей просьбе. До этого все рабочие моменты обсуждали в социальных сетях или по видеосвязи. Подготовка к летнему сезону идет с февраля. В приоритете – уличные игры. Мы привыкли. Мы не представляем лето без детей. Лето без третьего трудового. Лето друг без друга. Потому что все равно ты, когда находишься в отряде, это же твои друзья, как говорится. Лучший друг – это друг из отряда. Лучшие друзья встретятся уже 1 июля. Все лагеря, их в край 890, к приему детей готовы. Запланировано 4 сезона, хотя и будут они на неделю короче обычного. Елена Кузовкина, Евгения Величкина, Алексей Фризин. День с толком.